давайте начнем так ну я во-первых представлюсь меня зовут вадим имя отчество наверное не важно творческий псевдоним у меня вадим нос 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 это как раз разу да то есть как раз то про что мы будем сегодня говорить человек вообще сам это как говорится три единства где здесь разум как вы думаете душа и тело в духе разум духе правильно потому что мы сюда приходим мы есть такая научная теория называется теория морфогенетических полей на теории морфогенетических полей построенные такие науки как генетика биология эмбриология и так далее да то есть это но вполне научная концепция и она доказана научно то есть что человек человек или любое вообще живое существо на планете земля да то есть мы конечно берем сферу животных потому что сфера растений там другие способы воспроизводства а у животных все таки это есть определенный зародыш который проходит все стадии эволюции то есть от беспозвоночного животного животного до животного определенного вида и человека и в тот момент в тот момент когда происходит вот это вот создание скажем так вот этой клетки да то есть соединение мужской и женской клетки да в единую систему потом это все растет там но это все описано биологии очень хорошо в эмбриологии и соответственно научно доказано что он проходит определенные стадии на определенных стадиях зародыш это рыбка допустим похож на допустим присмыкающиеся вот и потом в дальнейшем идет уже животное и человек на все стадии проходит о чем это говорит да о чем это говорит о том что дух и душа которая воплощается в это тело формируется это тело они проходят все стадии эволюции вот единой планетарной системы пиосферы с которой связано вот эта сфера разума на асфера вот разум имеет не только человек разум имеет животные это тоже доказано и опытами допустим я сам провожу опыты над там своими животными проводил такие для того чтобы понять осознать его разумность например у меня есть попугай который маленький попугай то есть он говорит не умеет но он повторяет допустим за мной какие-то слова которые потом осознают и не только команды это идет осознанный ответ я спрашиваю будешь я спрашиваю там допустим ну там есть такое слово у него тивить тивить это кушать я говорю я когда сажусь есть она она кричит тивить я говорю да я буду сел горюки ведь будешь горюки ведь она говорит это самое ну говорит выпуская его не да там тоже есть слово которое открывая клетку выпускает то есть разумные разумное живое существо птица птица попугай но некоторые слова и и похожи на человеческие потому что ну там уже когда мы общались то есть части слов она переняла от меня просто просто слова то ну то есть по-своему конечно там чифка да но надо похоже нет тоже другое другое другой звук ряд вот то есть это доказывает разумность не только скажем вот мы думаем все вот человек разум не только человек то есть но по крайней мере животные птицы вот про них можно точно четко сказать что это разумные существа такие же ну такие же как человек со сходным там разумом ментальностью и так далее то есть мысли образами даже у них конечно это свой уровень сознания скажем так вот но тем не менее он есть и он тем не менее животные некоторые знают что проявляет скажем так себя именно спасает там людей ну там собаки есть допустим дельфины вот про которых говорят что у них разум человеческий да они ведут себя на самом деле по-разному я читал статьи что есть дельфины которые ну например спасает человека играют с ребенком а есть дельфины которые нападают на человека понимаете то есть но это когда в дельфинарии да там когда там где все там также как и с собакой да вот можно играть там можно там это самое взаимодействовать но не всякая то есть собака она тоже опасно да если сильная есть точно так же точно так же и все и человек понимаете то есть вот параллели то они совершенно вот мы думаем что мы какие-то сверх там существа там и так далее нет ничего подобного то есть у нас есть божественное божественное начало скажем так вот этот дух да воплощенный там в теле разум который идет во первых идет атмосферы вот от этой да и мы с помощью этого разума мы можем вообще взаимодействовать и с на сферой со структурами на а сферы и можем взаимодействовать с другими разумными существами то есть как через диалог так и мысленно ментально вот соответственно вот на этом построены допустим какие-то вот там эзотерические практики да очень много из древности у нас пришло эзотерических практик и ну я поскольку я занимался больше двадцати лет и вот эта школа на сферы она у меня 20 лет уже 2002 года вот шло накопление знаний сейчас вот это вот вышло в такую системность некую системность то есть я понимаю например как в эзотерике там называется эгрегор да как образуется группа людей что такое эгрегор на самом деле потому что есть допустим есть род ну тема род то есть есть я есть вот это скажем так в роду это не совсем эгрегор это кинетическая линия да то есть я связан с поколениями моих предков и те программы которые допустим я проживаю судьбу этот процентов на 40 это скажем так накопление мои психогенетические моих предков вот допустим что такое там эгрегор да вот эзотерики эгрегор это как раз вот определенная группа людей группа людей объединяется по говорят многие говорят по вибрациям там по всему ничего подобного как раз группа людей объединяется по ментальности что по сходности интересов и человек например который там не подходит этой группе он чувствует себя некомфортно сразу же что что нет я этой группе не подхожу в этом плане понимаю вот это да можно как раз потому что многие групповые скажем так сообщества это как раз определенные эгрегоры с определенным ментальным уже набором ментальных программ которые подходят ментальные программы ментальные программы каким образом до формулируется это как раз тоже теория но сферы человек ну и животные процессе своей жизни создают определенная массу ментальных различных программ все что есть религии там представления бесы ангелы ну и так далее так далее все то есть много всего и это все она как бы вот и составляет а это же прошли тысячелетия да то есть это все копилось тысячелетиями да и допустим некоторых вещей уже сейчас нет ментальных да то есть они растворились уже там принципе достать невозможно некоторое сохраняется веками и тысячелетиями ну вот как допустим наши боги да конечно накопление знаний накопление знаний накопление вот этого опыта допустим есть опыт предков есть опыт предыдущей цивилизации да которая была ну кто-то говорит допотопная но на самом деле это цивилизация ведическая да ведическая цивилизация которая достигла того же уровня что мы сейчас почему мы находимся в точке перехода потому что как бы сказать у нас очень сложная и опасная ситуация потому что та цивилизация которая была она ну практически от нее остались только ашнюки вот все вот эти темные века так называемые все все темные века это это все ну как бы сказать то есть если древняя греция древний рим это все еще по крайней мере как-то осколки этой цивилизации да то есть там по крайней мере хоть какие-то знания есть если мы посмотрим внимательно все наши знания вот именно школьные да они древнегреческие то есть из древней греции если вот допустим брать поглубже дал подальше ну вот например есть в индии да сохранились у нас веды ведические учения причем не сами веды не только веды да но есть и упанишады есть и значит лесные книги там и так далее то есть мне просто повезло я сумел найти русский перевод упанишад 38 упанишад и действительно это техники саморазвития то есть это те самые древние ну то есть я сам искал всю жизнь я всю жизнь искал просто я еще раджа йогой занимаюсь изначально и на этой принципе да на этой теме была моя школа была построена помимо всех плачок и саморазвития духа или чего духа тела и разума духа тела и разума все просто вы проходили по этим техникам частично я естественно как любой человек нашей цивилизации я частично это знал но когда я получил полное подтверждение там там просто вот понимаете вот руководство есть бери и делай и все и все вот это древнее знание которое до нас дошли реально в чем проблема в том что те кто индусы они искажают эти знания ну так же как у нас там куча сея там всего остального то есть в чистом виде этих знаний в индии тоже ну практически там мне тоже повезло самое я самару ездил это самое и девочки у девочек учитель раджа йоги из индии вообще обалдел говорю а я ездил на пранаяма просто техник пранаяма там думаю надо это самое они пригласили просто нас там группа из кирова была целая 8 человек и вот мы приехали они специально для нас этот семинар проверили вот и у них значит учитель вот он именно что учитель раджа йоги я говорю ну вообще это практически же их не осталось но приезжает приезжал в самару сейчас сама ксения тоже уехала но он приезжал самару раз в три месяца то есть я говорю это просто подарок сколько было занятия несколько раз ну да он приезжал там сколько-то на две недели и в общем там занятия были интенсивы там и вы прям на многих занятиях были да был результат я понял что я ничего не знаю и не умею нет конечно это был такой поворот представляете я вот 10 лет больше десяти лет в школу пятнадцать уже почти вот я туда приезжаю и вот они потом катя и ксения они мне поставили это дыхание да то есть я а до этого я там ну вот эти все кивали я там делал как бы ну естественно самоучка все равно делал неправильно механику освоили но до души не добрались да то есть это это понимаете это это вот все равно вот наставник он нужен но у нас чтобы до истинных знаний добраться это я не знаю просто надо не знаю что сделать перелопатить там ну как зоя там допустим добралась до истинных знаний сейчас вот транслирует там я добрался тоже транслировать стараюсь чтобы интересно а вот нам-то не кричит кто учитель а сейчас нет сейчас они школу йоги ишвара открыли международную и по-моему это все в Индию перенесло то есть у нас учителей прямо сейчас сейчас нет 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 вот именно ну что примерно учителя от же йоги и с мужчиной она отличается от хатка йоги от других йоги это же образы это системы я почему про нее говорю сейчас это системы развития разума разума образы почитать вообще можно что-то в книгах или это бессмысленно почти бессмысленно то есть надо читать первоисточники а первоисточники поскольку они на санскрите вот не знаю вот мы тут конечно будем образовательных тоже Зоя включись Зоя да по русскому языку родному языку вот то есть я думаю что вот это все как раз поможет по крайней мере что-то это Индийское направление а вообще что-то похожее вот как бы да на наши предки расслаблять где там где искать какие то может быть человек все-таки нам расскажет как то а то мы уже вопросами вопросами засыпаем да просто он должен рассказать свою систему знаний Смотрите система знаний вот как раз то и про наших предков тут и про все вообще как это все устроено да нужно понимать что первоисточник ноосферы в первую очередь человек это понятно то есть в том числе и та самая древняя цивилизация так называемые атланты и арий да которые были до нас ну которые составили более древнюю как бы мы не знаем просто про нее ничего вообще то есть у нас не сохраняется то есть вот есть там лемурия там ну что то говорят там в общем всякие информации там про великанов там есть и есть с всякие всякие ну сказки и так далее но вот это то что есть допустим арийская цивилизация была да из которой мы исходим есть атлантическая цивилизация этому есть документальное подтверждение в том числе и вот эти самые веды которые почему вообще древние сделали это самое в конце ну в первом веке там и так далее почему сделали вот эти веды они просто систематизировали вот эти все знания которые были до этого потому что иначе бы это все ушло совсем никуда и вот ну а потом удивляются а чё это индийская медицина она на уровне этого скажем так современной да там и выше вот в том числе и хирургия и там это самое и это самое и вот например как они индийцы там смеялись над коронавирусом да тоже интересная ситуация вот выговорит чё говорит вы выговорит ничего не знаете то есть вот говорит есть текст там написано как это все лечить то есть это фигня она была всегда просто просто всегда ну так это запрещали же лечить нет я нормальных врачей сразу убираю конечно сейчас мы сейчас говорим про то что это вот понимаете это мы то думаем что вот мы такие вот уникальные там или что-то ничего подобного то есть была цивилизация достигла такого же уровня потом произошло они были за из-за ядерной войны произошло ее падение то есть это тоже все описано и ну то есть в разных источниках махабхарата это тоже об этом же скажем так близкие к этому мы близки но у нас у нас у нас меньше у нас гораздо меньше знающих людей у них там все-таки общество было структурировано то есть были жрецы были там брахманы да то есть они были хрени хранители носители этого знания вот были отшельники святые там были йоги и так далее так далее то есть там намного больше было людей хотя сейчас тоже достаточно но видите у нас например ламы да то есть они сами в себе да то есть они держат вот это знание там у них есть там я хотела спросить когда как бы начинаешь немножко углубляться вот славянскую мифологию и получается что она вот с этой индийской очень много имеет похожие символы похожие названия похожие боги вот как это объяснить я не могу это для себя объяснить мы находимся на разных краях материка в том что вот эти две цивилизации они жили на территории как вы понимаете нашей страны славянская цивилизация это скажем так чехи поляки русы да ну они же украинцы белорусские сербы хорваты дальше значит на территории современного татарстана жили булгары или как они называются болгары и на территории югры ну то есть вот это все это все славянские племена которая ну реально существует и вот они именно именно славяне или более правильное название словени да словени новгородские например они жили на этой территории ленинградской области ладога и так далее тоже известные факты арии арии вот я сказал что они жили территория пермской области все что все что восточнее до алтая вот это территории арии в первую очередь это урал есть в том числе и северный южный урал и территория алтая вот это это арии также ариями являются значит аланы осетия осетия авары дагестан ну авары и все национальности которая проживает на территории дагестана 20 национальностей но основные это аварские вот и татары соответственно татары это тоже болгар и болгар и болгар и это тоже болгар и болгар и болгар и так же точно тот этнос который мы называем русские он сформировался из трех этносов Это Ари, это Словене, новгородские, соответственно, которые здесь, на этой территории. Это Русы, это территория современной Украины, значит, Смоленск, Радимичи и Вятичи. Я сам Вятичи, поэтому я знаю историю, даже писал статьи по этому поводу, изучал, что Вятичи, они на реке Вятка, Вятка и Акар, то есть это территория Вятичи была. То есть они Русы. И вот Русы, Словене и Финно-Угоры, то есть это и Арии, четыре получается, четыре этноса. Поэтому у нас русский язык, который называется русский язык, хотя на самом деле он не является языком русов. Это такая компиляция, то есть он из многих состоит слов, которые есть в угорских языках, есть в словенских языках. Ну, словенский язык, он вообще основа русского языка, ну, русский язык, язык русов, естественно, он же украинский, да, белорусский. И, значит, язык орех, ну, процентов, наверное, на 25-30 наш язык это язык орех. То есть то, что многие слова у нас заимствованы из арийских, почему идет аналогия в первую очередь с санскритом, да, то есть вот Арии в силу того, что, ну, то есть это было, нужно понимать, это было очень мощное государство, Арии, да, царство. Вот, и в пятом веке, ну, в четвертом, в пятом, они ушли на юг все. То есть, ну, туда вот это вот, где вот сейчас они там проживают, это все, ну, кто-то на юг, кто-то на запад, некоторые вот ушли на территорию, там, Чехии и так далее. А кто сейчас потомки интересного Ариев? Потомки Ариев, ну, это, ну, вот я уже говорил, Аланы, Авары, Индусы, Иранцы. То есть мы к ним не относимся? Отчасти. 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 То есть мы наполовину Арии, наполовину Словени, Русы, там, так далее. То есть может быть практической такой части, вот я бы хотела, чтобы какие-то практические нам, мы уже к чему-то пошли дальше, да? То есть теория, ну, если теорию заканчиваем, мы... Да. Ну, самое главное, мы, конечно, тут углубились немножко в эту славянскую тему, вот я могу тут долго говорить об этом. Отдельного разговора. Да, отдельный разговор, да. Вообще, как вообще построена ноосфера, да? То есть первоисточник, я сказал уже, человек, да? Человек формирует мыслеобразы. Не нужно думать, что мыслеобразы, это просто вот что-то у нас в голове. То есть это совершенно не так. Это любой мыслеобраз, он творящий. Вот это нужно понимать, что мы... И почему вот во многих, там, многие, кто занимается, допустим, славянскими, там, практиками, говорят о чистоте помыслов в первую очередь? Потому что, если это негативный образ, да, ну, там, даже, ну, какого-то демона, там, и так далее, кого-то еще, там, беса, не знаю, без разницы, да, то есть негативный образ, он, нужно понимать, что ментальная энергия, коллективная людей, она заряжает этот образ. Естественно, что мы имеем, да, то есть все, что происходит на земле, оно следствие того безобразия, которое происходит на сфере, да? Потому что, потому что мы информационно и энергетически мы связаны с этим. Практически, то есть человек-творец этих образов, ну, творец вот этого всего, ну, там называют и сущности, и так далее, и там, все, что угодно. И программы, и, то есть, из первоисточника человек, человек, это нужно понимать. И человек же страдает от этого, да, то есть, что мы не понимаем, ну, то есть, у нас, вот, мы не понимаем, что в свое время, вот, я очень люблю Клефорда Сеймака, да, у него есть такой прекрасный, вообще, редкий книга, редкая книга, там такое название «Вы сотворили нас», да? Ну, там, значит, есть такой персонаж, там, дьявол, есть там, Микки Маус, есть, ну, и так далее. То есть, всех вот этих дьяволов, Микки Маусов и так далее сотворили мы же, ну, я имею в виду, что не мы конкретно, да, а вот поколение наших предков, да? Вот, и, допустим, для чего были боги, да, для чего была вот эта вот божественная энергия для, ну, то есть, волхвы или брахманы, они пытались как-то выровнять вот эту ситуацию, да, потому что, когда человек творит на сфере, да, не осознавая этого, получается, ну, полный вообще хаос и бардак, и, ну, знаете, что он продолжается и до сих пор, и я говорю, что ту цивилизацию это довело до, ну, до логического финала, и мы на осколках ее построили, но сейчас дошли до этой же, до этого же уровня, который там был, вот. Вот, поскольку у нас все-таки, ну, свои, как бы, проблемы наши без вот этого осознания, да, что я делаю, да, для чего я это делаю, как я это делаю, с какими я структурами наосферными взаимодействую, как это все устроено, вот. Вот, и когда вот это, есть вот эта целостная картина, тогда и получается, что мы начинаем действительно творить, да, и, и наша жизнь становится направленным на созидание, на сотворчество. И когда это становится направленным на созидание, на сотворчество, мы выходим на другой уровень сознания. Понимаете, это не то, что вот мы, ну, знаете, вот люди, ну, я сам такой же, много лет там занимаются духовными практиками, там, да, и потом имеют там проблему в жизни. Почему? Да, потому что не было вот этого понимания целостного, да, куда я двигаюсь, что, что я делаю, что я делаю с собой, что я делаю со своей энергией, вот. Что меня окружает, какие там, какие сущности меня окружают, какие люди меня окружают, куда я попал, да, там, это самое. Какие образы, мыслеобразы творю, ну, вот это вот все, и вроде говорю, что сейчас больше вот направлено на, ну, какие-то вот теоретические, да, даже вещи, чем даже, ну, потому что практик очень много, да, то есть практики, но к практике можно приступать, вот, когда есть вот хотя бы какое-то понимание себя и того, что вокруг, да. Да, 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 да. И еще момент, что вне зависимости от того, верит человек в это, не верит, там, как это сказано, ну, некоторые говорят, вот я там атеист, или я там это самое, а я вот там иду к Богу, допустим, определенным путем, да, там, тоже, ну, как бы это самое, не играет никакой совершенно роли, все равно одни и те же механизмы на сферы, они будут работать у каждого. Вот, поэтому я считаю, что вот это вот основа, вот вообще основа всего, да, и, ну, если вот есть это понимание, то есть можно найти вот именно контакт с собой, найти контакт с другими людьми, понять других людей, с какими, допустим, ну, это не с какими они, допустим, там, эгрегорами, сущностями или еще чем-то работают, да, взаимодействуют, лучше сказать, не работают, взаимодействуют. Вот, и, в принципе, можно, ну, как-то уже строить, то есть какие-то свои, допустим, даже практики, то есть потому что, смотрите, вот сейчас очень много всего этого, там, коучинга и всего-всего-всего остального, и если там интернет открыть, можно просто там, туда провалиться и там днями там это смотреть, и, в общем, получишь много ценного, но это будет не твое самое-то, самое-то интересное, да, потому что я там перелопачил, перелопатил там кучу семинаров там и вживую, и там интернет, и вот, и там у некоторых там людей, которые были интересны, получился, и все, но, опять же, у каждого, у каждого своя практика, вот это нужно понять, что вы, допустим, все разные, да, там, Зоя одна практика подойдет, там, вам, ну, кому-то еще, там, другому другая. Универсальных нет, вот это нужно понять. Как выбрать? Как выбрать? Как понять, что тебе подходит? Чувствовать. Ну, смотрите. Я могу сидеть и чувствовать сколько угодно. Вот это вот, вот сейчас вот идет что, что происходит, что разум вообще не понимает, как это, как это, то есть, все же, все же, вот, дают там, рекламируют свои, там, курсы или что-то еще, а оказывается, 90% этих курсов мне не подходит, как так-то, а из тех курсов, которые мне подходят, подходят только определенные упражнения, понимаете, да, то есть, вот. И вот почему сейчас, вот, коучинг стал популярен, потому что под каждого, если нормальный, там, коуч, он под каждого программу индивидуально разрабатывает. Сейчас, вот, сейчас больше это пойдет. Вот, но опять же, у большинства коучей, психологов, там, и так далее, тоже нет вот этой картины целостной, да, которую я вам сейчас обрисовал. Даже у энергопрактиков, да, там, кто, ну, годами там занимается энергопрактиками, даже у них нет вот этой целостной картины, что он, вот, приходите у меня, там, ну, займемся, там, цигун или чем-то еще, там, ну, хорошо, займемся, это самое, ну, там, немножко, там, энергию прокачаем, там, это самое, ну, и что дальше, то есть, ну, получше мне станет. А вот сейчас в духе этого времени, да, вот, что, с чего начать нам сейчас, вот, нахуй. С чего, да, смотрите, мы всегда, традиционно, традиционно мы начинаем с круга. Что дает круг? Круг дает как раз объединение, что, вот, мы объединились, да, мы и прошли именно гармонизацию, то есть мы, по крайней мере, настроились друг на друга, насколько это возможно. Круг это же бесконечность, это бесконечность, да, это бесконечность, да, все верно. Что значит начинаем с круга, что это конкретно? Да, прям, да, да, все верно. То есть это типа караван? Вот, да, правая, да, да. Да, правая, правая, да. Дево, да. Дево, 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 вот так. Что еще? А, это так правая, да, да. Да, и просто мы вот, мы вот соединились, вот смотрите, даже, ну, можно представить, что у нас по кругу вот энергия бегает, быстро-быстро-быстро там, это самое, вот. Передать надо вот по часовой стрелке, да? Да, по часовой стрелке, вот она не передать. То есть вот передать, что столь побежала. Направляем энергию, еще на травку встать, заземлиться. Да. Ну, представим себе, что тут у нас травка. Мысленное представление, это вот как раз то само. Вот что значит просто взяться за руки. Просто взяться за руки. Прямо соединиться. Это соединение, да. Соединились. Поток пошел. Наши семеро число силы. Ну, то есть, тоже не просто так, да, то есть изначально. На самом деле, смотрите, мы что сделали, мы не просто сделали, мы запустили созидательную энергию. Вообще вот, ну, то есть, здесь вот очень важно, для чего я это делаю, да, то, о чем я говорил, что или это, ну, естественно, я это делаю для себя. Ну, каждый из нас это делаю для себя. Ну, также это мы делаем друг для друга, да. И так же мы делаем для созидания, ну, то есть, для созидания, ну, то есть, для созидания, там, других людей, не только тех людей, которые здесь, да, но и других людей, которые с вами связаны. То есть, мы же связаны, то есть, мы же связаны сотнями, скажем так, нитей взаимосвязи с другими людьми. И когда мы просто, ну, техникой, да, вот, благодарности или посылания блага, там, посылания безусловной любви, она влияет на других людей, которые с нами взаимосвязаны. То есть, очень, вещи очень, там, простые, но они элементарные, можно сказать, да. Но, тем не менее, они, вот, просто даже настраивают на другой лад, да. Ну, наверное, все почувствовали, да, что, что как-то и состояние немножко изменилось, да. Изменилось, изменилось. Изменилось, изменилось. Если бы мы еще и, в смысле, образ какой-то создали, мы бы его направили куда-то совместно. Ну, смотрите, вот, еще раз говорю, что, почему сначала, вот, чем хороша вот эта вот биоэнергетика, да, то есть, тем, что мы учимся чувствовать себя сначала. То есть, себя и другого человека. То есть, вот эти, эти практики, простенькие, да, там, взаимодействия, они, ну, позволяют на таком, на интуитивном, на энергетическом, на ментальном уровне взаимодействовать с другим человеком, почувствовать его. Например, ну, вот, если бы тут, там, было немножко побольше места, да, то есть, мы бы поработали, там, например, в парах, да. То есть, каждый бы поработал с каждым, там, да, человеком. Ну, например, три пары сделали бы. Вот, и, соответственно, почувствовали, почувствовали вот энергетику, вибрации друг друга, ну, друг друга, да, что, там, у этого человека такие-то вибрации, у этого такие-то. кстати можно проделать когда мы выходим на природу это идет взаимодействие древние люди они взаимодействовали с богами то есть это не молитвы это не храма это взаимодействие вот есть я есть допустим сущность ноосферная которая там на порядке там много порядков меня сильнее да и я могу попросить защиты и помощи вот и все то есть это мощность не видела не имеет тела это только дух это только дух определенный нас ферме также шаманы допустим да вот кто шаманы они с духами в основном среднего уровня как это как это на самом деле вот у нас у нас просто нет даже таких знаний как это все на самом деле происходит но зная механизмы взаимодействия да мы можем с этим взаимодействовать и можем правильно выстраивать вот эти отношения да еще раз говорю с собой с другими с уровнями иерархии там и так далее без вот этого без раболепства без поклонения без там вот этого всего всех страха да да за себя там за других и понимаете и вот именно это она приводит к тому самому новому обществу которого мы все глубине души мы все стремимся по-другому по-другому не прийти да да я знаете вот я практику хочу вот которую я выполняю недавно может месяца два эта практика хочу с вами поделиться конечно конечно с нашими родными богами солнцем ярила назовите дождок калядаево канал на рождается зовут и световида хорс и световида когда уже осеннее солнце вот к этому солнцу я всегда обязательно это не надо быть опять фанатиком проснулись ага вспомнили мое солнышко я всегда ему каждое утро меня раньше вот так вот а теперь уже эти ножки мои это как сказать уже все легко мне это делать за утром стою солнце моё я тебе приветствую и от сердца ему прям любовь посылаю его любовь принимаю опять земли матушке дарю вот опять ну четыре раза это надо делать это практика в йоге называется да да почему именно 4 4 ножки устал а ты не обязательно ее делать вот идеально как там да знаете как на йоге там можно так поклонение наше поклонились до земли солнышко от сердца нужно осознавать любовь отправили получили от солнца не вы можете через себя но как чё кому как идёт не идет я пропускаю эту энергию через себя вплоть до можно до самого ядра земли вот так четыре раза это все делал мне уже сейчас прям легко я уж хоть локтями доставаю это тяжело земля матушка потом 4 раза кланяюсь на все четыре стороны до земли говорю земля моя люблю тебя благодарю тебя и для себя вот свои поклоны прям четыре разные стороны четыре подарила и у меня день свободен думаю солнце полю и году еще роду к роду обращаюсь к родам своим предкам своим роду богу да к родным богам обращаюсь и говорю я вам прошу ну как бы я вас благодарю что вы мне помогаете на земле жить и вот вот буквально вот это вот это вот и есть то есть та самая истинная славяне когда у кого-то не та которая вот у нас вот много же направлений даже не язычество которое там своим предкам а здесь вот именно то как предки наши да то что за показывает как наши редки ну не важно славяне арии да то есть я почему и говорю вот пожалуйста она говорит приветствие солнцу это поклоны славянская да а там у ариев например это ну сейчас вот называется сурьяна москара приветствие солнцу то же самое просто название а если нас будут делать вот уже много вот несколько человек в одну каждую утречку сон он представьте как вот мы снимали наталья корреспондент у меня брал и к солнцу там вы можете посмотреть этот ролик обрати где-то на какой-то минутах там на середине там солнце да солнце как начало пульсировать потому что мы начинаем суть в чем основной основной практики на сфере мы начинаем гармонично взаимодействовать с миром мы понимаем что тогда что такое этот мир да то есть именно на всех уровнях на уровне духа души вот можно говорить много там дух душа и так далее разум там тело сознать до сознание но реально реально вот когда мы начинаем этого чувствовать и понимать да все то есть оно все действительно пчелы прилетает там и ты приходит это самый год пришел я просто практики были ну даже на огород я прихожу вот и прилетает значит воробей начинает чекать это самое я ему говорю чего тебе надо он говорит чив прилетает другой я говорю вам чего надо они говорят чив я уж понял это самое короче на хреба . да бочка у меня была я накрошил там это самое вот и это все сразу налетели давай кушать это все вот и святой человек он же он же понимал как это все устроено это же не то что там как или как иисус говорил поклоняйтесь богу в духе истины вот это вот это и есть как раз осознание себя кто я есть осознание что такое планета земля как это все устроено с чем с кем я взаимодействую на этой планете земля потому что я живу то мне это не только люди вот мы думаем вот это только люди там есть животные там есть там растения и все это вот на самом-то деле все это должно быть гармонии единственный и вот это и ноосферная вот эта часть которая тоже очень важная которая действительно влияет на все нашей жизни все просто и мы думаем а потом думаем а как это почему у нас так произошло да слушайте а вот вопросик такой вот ноосфера вы в это понятие вкладываете то же самое что вот вернадский это как бы ноосфера вот вернадского или вот у вас какое-то свое они представление скажем так ну скажем так вернадский он тоже в общем-то склонялся к этому что разумная оболочка он подразумевал как бы две вещи да это разумная созидательная деятельность человека и разумная деятельность планеты то есть потому что планета она она тоже живой живой организм хотя ну поскольку он был не только там биолог он еще и был геолог геология геохимия и так далее то есть ученый был широкого профиля также как и целковский допустим в первую очередь целковский говорил о космическом разуме уже потом ракетах там космонавтики там обо всем то есть в первую очередь его интересовали вопросы вот именно ну тоже могу назвали тоже вопросы на сфер как я взаимодействую что на этой планете есть какие есть взаимодействия какие люди там и так далее вот ну то есть но я не сказал там еще еще есть несколько уровня вот есть групповой уровень да то есть в эзотерике называться игра есть уровень культуральный это эти религии вот как раз культуральный уровень это как раз включает всю этику все вот такие он немножко выше чем групповой нужно вот это отделять потому что во многих книгах описываться вот религиозный там игры ну на самом деле там религия это более мощная система чем допустим просто собрание какой-то группы и очень сильно допустим религия она очень сильно этика она очень сильно влияет вообще на происхождение событий вообще планетарных что почему например на земле именно такие религии да они какие-то другие это это тоже система развития новосферы например предыдущей цивилизации система была построена на знании то есть это это знание физическая система это система знаний вот сейчас она сохранилась но в индийских там писаниях и буддизме частично который тоже исходит из этого же самого то есть в восточных в основном ну и немножко там это все есть ну вот как то вот так и и значит культуральный уровень и национальные уровни то есть национальные каждая нация она как называется черт у него есть определенное самоосознание есть определенные черты этого народа которых нету других народов ну так же как первая не да то есть коснемся тема той которой обычно мы не касаемся да и я везде выступаю говорю что ну извините собственно говоря кто там кто такие поляки да такая тоже мы это поляне поляне полянская это чехи это кто тоже муж я про словаков я и словенцев я не говорю это словене и есть то есть мы мы как раз вот эти самые словаки и словенцы первую очередь а потом уже мы русы слушайте а немцы они же тоже вот как бы немного к нашим славянским племенам имеют отношения здесь и вообще пограничная территория которая испокон веков всегда вообще всегда две вот таких ветви они воевали здесь словене ладога здесь и значит вторая часть то что мы там называем немцы шведы там тефтонский орден потом до этого шведы были вот и там александр невский это все ну все из этой из той же оперы все но на самом деле похожие все таки похожие да потому что вот эти есть но они тоже были славянским племенем просто за более западным они тоже у него даже еще задорнов говорил что вот сколько там сколько там названий похожих сколько зазвучных названий всего руси это тоже германа филы германа поляки поляки восточная восточная славянская другая ментальность у них решение немножко другое вот я общаюсь потому что они попали под англосаксонское влияние нет они здесь все время прожили просто они всегда чувствовали себя вот как прибалтый да прибалтый да они все время жили вот я 30 лет 40 с ним общаюсь он всегда вот держит как будто он вот ну на немцах похожий хоть ты убей но он не славянин хоть убей всегда всегда делает какой-то бред славянина и я видел много таких у меня много друзей и много германа филы филы да это тоже нет тоже немцы с ними все разговариваешь он всегда тебя против поставить это это же от матери от отца характер там логический футбол да почему столько конфликтов да столько смотрите тут и очень интересная история на самом деле столько конфликтов было именно с германии и швеции особенно на этой территории вот и в то же время когда узнаете там российская империя там дал петровские времена и до этого еще кто основу составлял вот этой интеллигенции всего остального этого особенно инженер там и все остальные немцы 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 инженеры мастеровые это немцы но потому что это первая екатерина они всех немцев всегда тянули у них немцы немецкий язык даже да он четкий конкретный даже вот английский он более расплывчатый да а немецкий там вас издаст они даже они вот немцы и англичане вроде ну и те и другие германцы но тем не менее они очень сильно друг от друга тоже отличаются и даже и по языку и по ментальности и по всему то есть вот это вот эти культуральные все национальные эти как говорится черты нужно тоже понимать да они тебя считают англосаксы все это не не славяне это у них это теория ура другое его не давание даже завоевание они стремились это завоеватели немцы даже они не столько завоевателей да просто пытались на своей территории утвердиться да мы тут разговариваем о религии да свою религию создают да нет вам помогала религия должна быть помогать мы как раз вот говорили что я смотрите религия она это просто особенность особенность человеческого мышления то есть одним проще идти через аллаха да ну тем кто там например у нас там на юге живет да там эти вот религию да это довели религия дает всегда человеку пользу пользу всегда все законы вот все что за написано в религии любой закон он сделан для меня чтобы я жил хорошо все законы то что их сколеркали там что-то нам перевернули там все у кого вот что такое пасха я вот хотел спросить что такое пасха потому что как расшифрушь это слово пасха ну что такое все сразу становится ясно в чем дело а я вот спрашивал батюшки не отвечает конкретнее к они не знают они ушли 2-3 слова и вот я начал со слов потерьку слухала даже что сначала было слово кто познает все слова значение всех слов он станет великим гением до слова и я начал слова расшифровывать библейские сам и правда еще там был момент по телеку там такие вещи открываются меня трясло даже то что я узнавал меня трясло например библейские вещи вот например вы я понимаю там православие как не шибко я смотрю не шибко а я именно в библию как и залез и когда например сам слова такие троица благодать вот когда я понял что все церкви церкви все храмы все построено только ради одного слова блага отдать а мы его не знаем что было мне стало страшно и смешно просто у нас русском языке было двести восемьдесят семь слов со словом нагло благодарю благодать благоверный благополучный и было море мы их забыли все как разозвучает именно слова и источная речь да вот что такое благодать благо давать я считаю что религия это наука великая наука о человеке это истина а если вот например что вы говорите давайте спорить если человек что-то делает без прибыли или духовные или материальные это дурак кто-то занимается чем-то фанатик издевательным своим телом это фанатик ладно я считаю что это наука это должно быть и книги и цитируют да и какие-то церковные я сейчас скажу вам слово яблоко у каждого возникнет свой образ у кого-то зеленого то красно кого-то все мы разные я понимаю первый раз я услыхал про слова так что такое понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье кто знает да раньше было девять не кто знает решет руку да знаем все это но первый день после недели после недели неделя была все восьмой девятый день было и да 9 день был неделя назывался понедельник 9 я не знаю я только знаете было девять дней тому день вторник третий третейник четверик пятница шестница седмица осмица и говорить потому что понедельник это первый день турник это вторая середина потом суббота не суббота это еврейский праздник а потом воскресенье это иисус воскресенье вот я вам сейчас назвала все девяти девяти это мы с другой культуре это наша славянская славянская культура я говорю а я а это с православия в основном ну так вот вы с крестьянства и православие это разное разное так вы кто я я про я я этот как его человек изучает я ищу истину во первых я понял что это наука сильнейшая обо мне что со мной было бы знаете все по библии все это вас вот пути вы себе нашли пока выбрали и я выбрал меня кто-то выбрал и вот и все здорово потому что я видение видел видели вещественные видел надо было это не хочу ну вы все это прошли я уже такие вещи прошла не вы правильно говорите это это была культура видать раньше было 9 нот до рови фасоли и силий гордое сечения 9 месяцев 9 месяцев было а не 12 было 16 часов в сутки часы на спасской башни были по-другому работали да все на против часа изменилось но мы живем в ранее я согласен и полном притом двойной он говорит что сейчас мы живем в ранее мы сейчас живем в ранее а кто нам не дает это все сейчас мы чему занимаемся это трудно очень трудно ну трудно вот кто знает кофе запах кофе до перестройки помните на блинграде подходишь еще 20 метров не дошел до кофе кофе пахнет обалдеть ну тупой позже мы видим секунду сейчас копия заварить где она не пахнет куда она делась говорят натуральная куты нет его природы познакомься вот с нами меня михаил зовут михаил я быстро забываю очень мы в такое время назвалась ночь сваруга и мы сейчас сами творим свою альность свою целостность кто нам не сейчас я знаю сотворил только компаньона чтобы это как как он все вы меня понял и я понял вот например я этого сняла понял вот видите не потому что я не пытаюсь не почему пытаюсь потому что я что любое слово библейских слов вот хорошее слово так мама небесная что такое мама небесная это тонкая энергия, манна. Нет, все треплятся, все там разговаривают, даже по интернету, что там евреев кормил Богу пустыней. Оказывается, это человеческая жизнь, манна небесная. Самое вкусное, это проживать свою жизнь. А в одном и том же вы говорите, но на разных языках. Это не я говорю, это написано. Мы вообще пришли общаться по-русски. Да, давайте пообщаемся с человеком. Вам надо в церковь. На самом деле, Михаил сказал практически то же самое, что я говорил до этого. Только на другом языке. Я говорил не только про православие, я говорил вообще про все религии, о том, что все религии, любая религия, она ведет человека к самому себе, в первую очередь, к высшему, более высокому состоянию. И действительно, это тот самый инструмент основной, да, который доступен для всех людей. Другое дело, что если, ну, допустим, начать вот размышлять, думать, переводить слово, то, что Михаил сделал, да, то есть тогда это действительно путь. но большинство людей следует форме, но не суть. Вот то, что я говорил в духе истине, да, вот это суть, это суть, да, разбираться в словах, там, и так далее. А многие приходят там в церковь, да, просто, ну, там, свечку поставил, там, ну, провел какой-то ритуал, там, причем, ладно, допустим, вот, Зоя вот показывала, да, практику, это приветствие солнцу. Это практика осознанная. Например, у нас люди занимаются, масса людей занимаются йогой, вот, занимаются это, делают это сурья намаскара, у них это просто как гимнастика, да. Это есть. Вы видели, вы видели разницу, да. Вот истинная практика приветствия солнцу. Это душа соприкасается с... Конечно. Вот выходит вот разница. Вот разница. От сердца к солнцу. Потому что многие отношения к нашему листью. Слово, слово, дух, есть значение по-русски. Дух, это старинное слово. Это еще, может, три тысячи лет его рассказали. Дух, слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Что такое дух? Кто-то говорит, Гол. Дух, это твое я, твое мышление, твой интеллект. Вот это дух. А отец, то есть, сын, это ваше тело. Зачем не напали. А отец, это ваши гены, которые вам вы же не можете держать, переваривать, ничего делать. Это все делать в день Бога. Одно и то же было. Произошло, осознание, осознание. Тело, а дух, это ваше мнение. И вот как говорят, блажен нищий дух. Это блажен перед Богом человек просит Бога, что я нищий. Я ничего не знаю. Дальний мозг. Это, знаете, это все, вот это вот как раз вот и есть. все основа. То есть, это вот основа, ну, не знаю, как сказать, истинного мышления, назовем это вот так. Чистое золото, если ее хороши, то сразу хорошо. Ну, не религия золота, а сама знания, которое... Знания, а не дает человеку ну, все. Мне не все, а я могу. Это, понимаете, наука, это, как бы, облеченная в слова, а есть сама суть. Вот это истина. Религия, это ведь не суть, это как бы они взяли, это суть, я сама. Я сейчас просто объясню, на уровне вот как раз санскрита есть. В санскрите два слова. Ну, и так же, как и в словенском языке, который тоже из... эти слова, они из арийского, ну, тут непонятно, то ли в арийском языке из славянского произошел, то ли наоборот. Два слова. Слово джняна, знание, слово веда. А, веда, это да. Веда, из славянска, да. Да, это тоже, то есть, есть слово знать, есть слово ведать. Да, это славянские слова. Значит, чем отличается? Знание, это, когда мы... Чужое берем. Ну, вообще, мы, как бы, вот, у нас есть что-либо, какой-то предмет изучения, там, мы изучаем, там, геометрию, то есть, да, по треугольнике, там, теорему и фигура. Вот это знание, да, это, там, область науки, или, там, химия, например, мы, там, то самое, ну, элементы, систему элементов. Кстати, алхимия, которая, вот, все там, это, ее, поносят, да, она отличалась от химии Менделеева только одним. Все химические элементы в алхимии, ну, в 15-м, в 16-м веке были изображены другими символами. Все, больше, никакой разницы абсолютно не было. То есть, это та же самая химия, просто, просто, чуть-чуть, не знаю, что здесь нет. Ну, просто не Менделеева. Менделеев написал буковками, скажем так, да, то есть, он занимался это же самое. занимался преобразованием вещества, там, лидера, изучением мирового эфира, там, и так далее. И даже, он больше говорит, золото даже билое. да, то есть, ну, соответственно, то есть, эти знания, вы, это вот знания, это знания. И есть веда, веда, это дословно, если говорить, тут есть аналогия со словом видеть, да, то, что, там, допустим, как изучение происходило, одно дело, читать, изучать формальное знание, другое дело, проникать в суть. Здравствуйте. Дело проникать в суть, это веда. Люди Бога ведают, раньше говорили. Люди Бога ведают. Это получилось слово Любовь. Любовь. Ну, как Госпром. Это как Госпром. Пройдет время, на Госпроме говорить, так что слово Любовь связывается очень сложная штука. Люди Бога ведают. Люди Бога ведают. Я не могу. Можно вот сюда здесь, там, здесь, там, здесь, там, здесь. И теперь это Любовь, на каждую ногу пихает. Ну, как бы, вы думаете, вы же сами убираем. Мысли, слова должны все расшифровать и понять. Смотрите, истина есть дороже. Пихать, можно что угодно. Любовь. Я люблю конфеты, я люблю то. Я говорю, куда может, я задал этот вопрос Томбегу. мужичок ставит. Он говорит, такого слова нет. Здесь Госпром, знаешь ли, Госпром. Так вот, люди, раньше говорили, люди Бога ведают. Сократили, получилась Любовь. И теперь эту Любовь пихают, куда надо. Что если уж насчет Любви? например, в 17-м некий слова Любви не было. Я не знаю, когда оно появится. Я сейчас можно вам пояснить, чтобы это было? У нас еще остались слова нашего родного русского языка. Если что-то кто-то делает, мы говорим, ну, Люба. Говорим так? Любы. Ой, мне ты так Любы. Любы. Вот это было. Слово Любить, там зашифровано слово Любить. Бить, видите? Зачем? Мне надо Любить. Лю, вроде бы, хорошо. Лю, это свет, люстр, там, люминесцентный, светом, но быть надо, получается. Есть еще слово какать. Сейчас я закончу вот это. Амор. Дайте слово сказать, завершить про любовь-то. Значит, Любовью. Я Люба завиваю, свиваю. Я Любовью свою жизнь. Все это соединяю. Любовью. Поэтому Любить, Люблю, видите, грубо звучит. Любить, люблю. А вот когда мы говорим, Любовью своей тебя обнимает. Вы знаете, мы в таком месте я вам один на один вам сказал, скажите мне, что означает любовь. Скажите мне, вот сейчас. Я же сказала. Что означает слово Любовь? Ну, говорите. По буквице. Вы мне сейчас скажите, что это означает слово Любовь? Я что, на вопрос пришла? Мне это зачем? Михаил, здесь разговаривают все. Понимаете, каждый высказывается. Здесь не спорит никто ни с чем. Просто высказывают свое мнение. Вы высказали и слушаете остальные. Понимаете? Здесь у нас такая дискуссия ведется. То есть мы собрались для того, чтобы поделиться своими знаниями и так далее. Поэтому никто здесь никому ничего не доказывает. И этого не нужно делать. осознанный человек он не будет сидеть и доказывать чего-то другому. Понимаете? Вы слушаете просто. А просто свое мнение имеете? Да. Ну, понятно мнение. Но спорить не надо. Потому что не обязательно ваше мнение. это есть истина. Понимаете? Нету. Она там в скорости не спорить. Истина не споряется. Слушайте, может быть, мы сначала докладчика выслушаем, а потом у нас будет прение, так сказать. потому что так можно до бесконечности. Михаил высказал того, что созвучно все заметили, что действительно человек изучал это все и так далее. Проникал и будем говорить, поделился своим опытом. Мы настроены все. Да. То есть смотрите задачи еще раз. подчеркнул задачу основную. Что с чего я в принципе начал. Для чего нам вот это изучение на сферы. Для того, чтобы именно понимать как все это на самом деле устроено и взаимодействовать правильно с этим. То есть творить, осознанно творить и созидать, а не разрушать. Потому что от настроя мыслей зависит как раз что происходит в этом пространстве. Ментальном там нужно понять, что это пространство очень сильно влияет на все. Скажем так, в первую очередь конечно мы все это создаем. Мы создаем постоянно. И поэтому это нужно знать и понимать, что если мы созидаем положительные мысли и образы всегда постоянно, то соответственно наша жизнь идет именно в ту самую колью. Не борьбы например с кем-то с чем-то нас начинает эта система как мы говорили все и птички и все и бог и так далее все это поддерживать. А если мы начинаем с кем-то с чем-то бороться еще там сразу то есть эти все структуры они подхватывают это все. О, так ты начинаешь не осознавать что я творец не осознавать что я действительно вот я творю я творю нас понимаете мы творим все мы все люди в первую очередь в первую очередь люди мыслями мыслями своими образами делами и так далее есть мысль мысль была перед мысль была вперед чем слово поэтому кто-то сказал слово у человека у каждого есть своя мысль и каждый воспринимает по-своему главное позитивное мышление главное позитивное мышление позитивное созидательное мышление и осознание того что что действительно мы творцы вот если это есть если это есть все все остальное оно выстраивается просто само собой то есть новости смотреть нельзя информационные программы да я бы сказал бесполезно потому что там во-первых перебираются именно негативное событие нагнетание нагнетание у них задача такая нагнетать обстановку да там говорить а вот здесь вот такое произошло а там да а какое-то событие произошло в жизни каких-то людей его замылят о нем забудут да я вот буквально сегодня там про подвиг девочки 13-летняя девочка мало того там трагедия произошла очень много детей погибло то есть я просто не мог пройти мимо этой информации да там девушка написала что пожалуйста распространите где можно потому что реально мало того что этот ребенок по сути девушка 13 лет мало того что она сама спаслась она спасла своего брата она спасла кучу людей и даже даже 19-летнего парня инструктора это информация мне пришла сегодня я не знаю как она спасла хотя бы двух словах вытащила они разбились большинство разбились об скалы ну там они на каное ехали и разбились об скалы и умерли часть не дотащила ну там несколько человек там детей несколько детей не затащила не смогла просто принесла как бы мальчика а он был живой до берега не дотащила ну и вот то есть ну а хорошая спасла да и вот говорят что вот давайте мы там все поможем такой вот девочке что у него психологическая травма там и так далее да что каким образом мы ей поможем коллективными мыслями а мыслями конечно ака почему я распространил да то есть что вот мы просто я вот рассказал вам допустим мы можем помыслить что называется электросессорик что у этого вот ребенка все в этой жизни все будет прекрасно все будет замечательно да потому что она она замечательная она настоящий человек понимаете она настоящий вот уже в 13 лет она уже настоящий человек она жизни людей спасла многим людям многим детям понимаете которые дальше будут на этой земле жить ну как я не знаю просто это как вот не послать вот лучи вот такие любви благодарности там как христиане бы сказать мы за нее помолимся помолимся да высшая сила все подключим там все чтобы просто вот просто вот это самое простые вот вещи без без всякого там этого формализма какого-то забыла сказать здравствуй бабушка ты видишь солнце прямо сегодня не поздоровалась почему дети то у нас учатся потом этому они тоже это же самое дети это самое вот я просто общаюсь с племянницей у меня племяннице 5 лет ну то есть как бы и ну постоянно вот эти диалоги разные происходят и насколько человек мудрый то есть я именно говорю человек я не говорю ребенок понимаете вот я с ней общаюсь на полном серьезе нормально ну то есть я понимаю что передо мной 5-летний ребенок с одной стороны что у нее там определенный стиль мышления там но иногда такие вещи раскользуют глубокие что я я обалдеваю просто я помню своего ребенка два года она мне такие вопросы задавала что меня просто брала я не понимаю понимаете вот человек приходит вот человек приходит и мы-то думаем о ребенок и начинаем там его это учить там они нас учат а с ними надо понимать с ними надо разговаривать просто просто разговаривать просто общаться просто любить все вот вот скажи я вчера еду в лифте а у меня соседи напротив там мальчик в лифте вот такой маленький дробненький прям вот вот все малыш заходят в лифте там кто-то ну кто-то плюнул просто и папа ему говорит ты смотри не наступи он так постел я говорю ну у людей у всех разный уровень развития он так говорит субъективно я шла потом выходит опять сам себе субъективно вы еще знаете четырех лет что говорят логично теологично теологично логично теологично вот так что ну как бы и вот ну вот общение допустим с детьми как например ребенку вот эту систему не больше я с вами со взрослыми людьми могу об этом разговаривать то есть Зоя там говорит свои знания передает то есть как бы а ребенку я так не могу естественно я я просто я понимаю что передо мной человек в первую очередь не ребенок понимаете разница человек душа дух который пришел сюда вот он пришел он уже у него уже есть все набор этих знаний вед там и веды и все все уже у этого ребенка у него все уже есть с определенным опытом с определенной миссией там и так далее определенное желание да там это самое она там допустим очень вот расстроилась когда ну там она разговаривала с мальчиком и говорит а я вот хочу петь а мальчик постарше лет 7 наверное 8 а он говорит а я хожу на самбо любому могу навалять такая малявка метр 10 ростом а он под метр 30 такой пацан и говет и она обиделась на него расстроилась что он ее а говорю слушай ну каждому свое вот ты хочешь петь а он ходит на самбо он же мальчик защитник будущий ему а ты девочка на ее уровне объяснил просто вот вот все там она потом побежала это самое а где там эти мальчики там хочу с ними пообщаться там где эти динозавры я вам расскажу меня меня сильно удивило даже про интеллект или ну я не знаю что это такое взял три каштана ну без на даче посадил их вот так они первую весну выросли все три нормально ну я думаю а там кому-нибудь все такое на другой вот я же теперь садил так на другой средний каштан умер от вас остались и думаю это же надо какой интеллект у них они его задавили вот чисто потому что причин никаких нет грядка земля прекрасная все сидят нормально все среднего удавили засох и все и думаю вот это да а тут мы еще про людей думаем тут даже дерево ты стой ты стой только представь что я тебе ну ладно тогда я туда у тебя это это вот это и управление энергией надо тебе потренироваться немножко если мы не занимались этим и получалось у некоторых раз то что появляется период я тебе хочу сказать больше немножко почему я согласен с тобой вот именно когда я восстановился смотри восстановился да и по жизни бог посылает проводников учителей каждому только нужно увидеть для чего люди приходят так вот у меня по жизни такие были учителя приходили проводники они просто кто-то на день кто-то на два и вот один из проводников учителей два дня со мной ходил я вот так не запомнил пожилой такой мужчина я спросил мы еще встретимся когда-нибудь он говорит ну не знаю возможно и он мне рассказал куда мне мне нужно идти вот он увидел да он говорит тебе вот нужно ты знаешь что такое цигун я говорю ну я слышал что-то вот значит ты узнай это твое направление и даотский китайский массаж я сначала не понял потом через какое-то время я все-таки нашел учителя здесь в Гачине учитель цигун и массаж даотский у него его отучился и много ну много лет лет 6 вот в этом же салоне это был мой салон массажный раньше я помогал людям даотский массаж это биоэнергетическая коррекция тел человека то есть как раз вот эта энергия которая восстанавливает тело но это не я делаю да я как проводник да настраиваюсь и начинаю человеку помогать и очень многим людям да я их просто восстановил просто как говорится не афиширую не хвалюсь вот но это так и есть я сам удивился этому человек просто не мог ходить и еле на стол массажный лег и после шестого сеанса значит у нее зашевелились ноги тело само стало восстанавливаться и вот и вот сейчас убежала и где-то бегает и видит я ее очень хорошо я знаю что в детстве у нас получалось у некоторых сильно получалось потому что берет у кого-то слабое есть такое упражнение называется удочка детстве разница разница что это делаешь сзади просто на плечи кладешь человеку и оттягиваешь есть всем известная левитация на этом технике саморегуляции построены я допустим а можно показать всем известное мне что-то неизвестное широко известное да вот главное пропускать энергию я сейчас пропускаю энергию сверху и у меня тело начинает непроизвольно двигаться вот видите пошел а руки идут идут вверх вот это да это такая практика очень простая она называется барометр барометр и наполнение себя от своей энергетики ауры энергии просто для этого что-то нужно мыслить мыслить представлять поток поток сверху и все вот он просто как знаете вода допустим в стакан наливается у меня это вообще занесло да 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 зоя уже ну поскольку много лет занимается зоя когда мы будем жить в дедовичах автоматически я хочу к зое ну да вот это интересно это упражнение и вот когда вот центрируем и практика в секунду самое интересное еще тут смотрите вот в какой-то момент создается ощущение что руки просто висят в воздухе просто вот они невесомое такое весомое тело невесомое это расслабляет все и ум и чувства да это очень простое упражнение я вот кстати не знаю цигуни наверное она с него начинает я так понимаю на листочках стоят вот это упражнение просто листок вот так зажимает и человек становится и просто как бы каждая это надо с закрытыми или с открытыми глазами лучше делать ну можно с закрытыми я сделаю второе упражнение это шарик энергии это просто почувствовать свою вот именно ауру энергетику и ее немножко как бы наполнить сконцентрировать почувствовать да какая-то такая ну немножко энергия там как будто что-то вот между руками да есть уплотняется как будто бы уплотняется это это просто надо пробовать и вот вот пошло пошло просим упражнения вот а потом потом мы уже приступаем к работе с другим человеком да то есть например можно просто это как это ну как Михаил говорил фокус да сделать вот эту удочку да полкать да можно полкать но лучше все-таки тянуть потому что некоторые очень сильно поддаются этим я это вас толкаю и вы сопротивляетесь и туда держите дело в том дело в том что сопротивляетесь не воля от характера энергетики зависит насколько человек может толкнуться или не толкнуться да если энергетика сильная допустим то это сделать сложнее да если энергетика жесткая это тоже сделать а например у некоторых вот женщин девушек у них прямо это самое руку подставляешь и все они уже метеофазы очень важно вот это доверие чтобы человек вот расслабился и тогда другой на него то есть согласился согласился в любых взаимодействиях между людьми должно быть согласие вот я о массаже говорю допустим когда говоришь человеку когда он доверяет расслабляется и ладно хорошо да его начинаешь вскроешь и начинаешь уже там манипулировать то есть каждый человек он может другого лечить то есть мы такие только нужно это делать с хорошими мыслями во благо чтобы не наблюдить человеку чтобы никаких там каких-то корыстных других мыслей не было это только направлено на восстановление помощи человеку я вот когда учился массажу 10 лет назад у меня так получилось что этот курс вел в общем мой сокурсник медакадемии вот и это самое он он мне такой говорит я тебе так этот диплом говорит дам это я говорю нет давай говорю это самое я пройду это самое да я много там учился потом еще после этого массажа вот я говорю давай пройду и понимаете я ни секунды не пожалел потому что человек оказался реальным мастером вот я я думал ну я делаю массаж там это самое ну делал до этого лет 10 я делал так это без всяких там этих сертификаторов без всего там это самое вот а тут я пришел и он просто ну и собрал ему группу короче 8 человек еще я поскольку занимаюсь группами как раз по биоэнергетике и всем остальным я говорю у меня группа есть ребята говорю согласны Серега ну погнали там он все создание группы вот группы если создавать то цель это работа в этой группе в чем заключается имеется имеется ввиду вот я уже я уже сказал совместное созидание совместное созидание я согласна на уровне на каком это на уровне на уровне фирма давайте пока пока вот возьмем все-таки город Гатчина да потому что смотрите здесь во-первых все эти изменения будут хорошо видны хорошо отслеживаться и мы действительно реально мы сможем работать именно на город сто тысяч что делать ну как вот как решим какую программу потому что есть опытные у нас практики есть кто начинающий с осознанием себя с возрастанием духовным каким-то да конечно ну программа программа у меня есть программа есть там что-то по ходу дела мы добавим что-то ну вот Зоя тут конечно я хотел немножко сказать это собрала меня видеть есть и я записал философы трепенца ну там человек три-четыре там вокруг стола по телевизору и вот они три философа или четыре там которых я держал часто ну смотрю там ловилософа вот и они говорят не это это по телеку и такие известные ребята так вот слушай у них вопрос такой стал что человек отвечает за свои поступки или нет и там три философа пришли на сторону что человек не как бы не осознал себя когда вот живут неосознанно бывает осознанно человек живет а бывает неосознанно вот человек который живет неосознанно он за свои поступки не отвечает вот они втроем я думаю про что вы говорите оказывается люди еще живут неосознанно ну да это мы все так 90% нам надо понять вы живете осознанно или неосознанно на самом деле и как это понять понять это когда вас потянет кисти не хотя бы ну так а мы сюда пришли значит нас тянет кисти не что-то хотим новое сейчас что происходит да мы здесь все собрались не случайно это точно вот честно говоря я вам скажу честно я к этому шел полтора года ну то есть вот к этой точке да потому что у меня были попытки сделать группу в Гатчине у меня ничего не получалось зоя 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 нет вот как бы сказать и сейчас сейчас для нас для всех важно осознать для чего мы собрались и для чего мы делаем эту группу во-первых все еще в эту группу хотят не все еще знают понимают так я понимаю должен быть какой-то смысл вот здесь должен быть какой-то смысл да я просто хочу сказать если говорить вот именно что это ну просто занятие по энергетике ну конечно это будет естественно да это самое вот то есть ну вот я хочу прошу прощения зовут вас Владимир Владимир я уже отдал у меня здесь я организовывал здесь клуб у меня назывался новая волна успех здоровья долголетия вот я пытался значит создавать группу единомышленников вот так же наверное но это было раньше уже давно но хочу сказать что люди люди вроде как осознанные но вот это материальное немножко как бы их перетягивает потому что вот если каждый занимается разными направлениями я бы это пробовал вот здесь организовывал встречи и так далее там своих как бы людей ну под одной идеей но люди приходят сюда и другой человек сидя здесь начинает его грузить свое клуб и я распустил значит это все говорю это дело не пойдет это не пойдет объясню я сто раз это пытался делать вот организовал несколько клубов клуб понимаете клуб хорош тогда когда есть какая-то общая основа на мышленике и вот да вот этот костяк вот когда он сформирован да то есть костяк просто и мы движемся к какой-то единой цели да например работа с энергетикой с собой и созиданием да например вот такая вот меняем планету меняем планету меняем себя да то есть и вот это вот главное да то есть что у нас мы приходим нет меркантильного нет меркантильного интереса да да то есть из общества потребления мы выходим из этого я вот изображаю извиняюсь то я верю только в слово да в действие надо своей верить и действовать действие это тоже слово а вот как бы все много здесь говорится а как бы экстрасоника ну как бы мысли на расстояние на передала вот в это я Михаил вот я просто хочу спросить вот вы задавали себе вопрос я что я могу сделать для людей вот чем вы богаты чем вы сможете можете поделиться с другими людьми кроме вот ну где-то шапочные такие какие-то знания это самое начало человека когда он вдруг чего-то начинает понимать но не понимает что вы чем владеете чем вы можете помочь другим людям ну или себе даже хотя бы нет понимаешь ты сразу хлопнул и я начал это вопрос я коллега пенсионер старый нет а почему сразу я могу дать вот то что я знаю нет не надо знать надо я уверен в этом то что я знаю на сто процентов я знаю что вот один сказал если ты хоть чуть-чуть соврал ты сразу бога поменял на сатану сразу нет это в Коране написано и такие вещи я конкретно и если я собрал где-то все я променял себя нет мы здесь вопрос другой вопрос задали а какой а что ты можешь дать ну конечно ничего я не могу дать ну тогда надо просто слушать и все других людей это больше пользуется я не верю мысли на расстоянии мысли на расстоянии мы сейчас вообще о другом говорим об этом разговаривает много я только в науку в науку в науку в науку религия это наука обалденная значит вы еще неосознанный нет я уже осознанный это я тоже понял что я живу уже осознанный а жизнь вы еще как-то на пути а всю жизнь я проживу неосознанно баран-баран мы все ну сейчас начинается трансформация это всегда колбасит людей когда начинается трансформация он тут туда тут туда где-то что-то услышал начинает говорить это а сам он себя не представляет он ничего не может дать он только говорит я старый больной хожу кричу и по ночам значит еще там вот я когда совру чуть-чуть и не пока еще сразу да не нужно этого делать нет для меня это очень сильно потому что некоторые люди ясно ладно ты не надо нет почему абсолютно я разделяю это не понятно это вранье это наше разрушение это наше разрушение действительно это каждый сам это есть ассо а это человек и знание вот я назвал этот кружок знание какое-нибудь не просто знание сила да есть процесс пошел вы просто пытаетесь а все еще очень мягче ну можно мягче конечно все равно это знать надо потому что знание слов это язык правильно размышлял что удивительно он мне сказал что такое русский язык половина татарских половину немецких половину шведских половину я не знаю слияния это язык растет раньше мы называли два-три слова не знаем а Европа на латыни например разговаривали кто знает на латыни хоть одно слово целые народы говорили этим ну такого народа зато нету почему медицина сейчас на латыни не вся а может наоборот русский язык так распространился что и стал и татарским и шведским и еще каким-то может быть наоборот вывод надо сделать что все русский язык засоряется язык он просто расширяется он усовершенствуется сколько было старославян понятки не имею 49 а сейчас 30 а в короне 142 вы туда углубите свои знания вы туда немножко понятия повернете и там есть расшифровка каждого слова то что вы изучаете сейчас раньше до 17-го года так кто не застал буквенно-слоговое чтение письмо каждая буква каждый слог обнесли какой-то образ потом нам все после 17-го года сделали нам школа я учитель начальных классов сделали приставки суффикс и мы до сих пор где бедные наши дети ищут эти приставки эти суффиксы и окончания а раньше например да вот га это движение нога телега бродяга галактика гагара гагарин улетел каждый вот это это вот это вот это значение даже первобытное 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 но это не я говорю о чем вы это вот то то это